МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проще говоря. Буррит Донайортиз. А проще говоря, здравствуйте. С вами опять я, Виталий Шахов. Завтра начнется официальная агитация за президентов. А сегодня мы можем пока спокойно поговорить, например, о митингах. Вот так они выглядели в лихие 90-е. Это в нашей северной провинции. Люди бились за демократию, конституцию, суверенитет. Или просто за зарплату, пенсии, медицину. Позже стали биться за экологию, льготы для родителей, за язык для коми-народа и снова за демократию. Пожалуй, с учетом злобы дня об этом стоит поговорить подробнее. В декабре 2011 года, сразу после оглашения результатов думских выборов, по стране прокатилась волна протестов. Тысячи партийных и независимых наблюдателей объявили о массовых фальсификациях на выборах. Материалов было столько, и они были настолько убедительны, что возмущенные граждане вышли на улицы практически стихийно. В Москве это была знаменитая Болотная площадь. В Сыктывкаре люди собрались на площади театральной. Я сам участвовал. И не как журналист, а как гражданин. В последний раз подобное единение самых разных людей я видел 19 августа 1991 года. Это тоже был почти стихийный протест против государственного переворота. Тогда местные власти почти никак на выходку демократов не реагировали. Не знали, как поступить. В 2011-м они постарались. Вырубили освещение, нагнали снегоуборочную технику, полицию, ОМОН. Но сотни самых разных мужчин и женщин были реально возмущены. Ведь были задеты очень глубинные чувства людей. Многие из них на выборы не ходят, но все же надеются на что-то лучшее в своей стране. А тут они увидели попытку эту надежду убить. Лозунг за честные выборы объединил многих. В Сыктывкаре, как и везде, полиция применила силы. Формально митинги были незаконны. Но был ли результат? Формально нет. Избиркомы не разогнали. Выборы признали законными. Никого не посадили. Наоборот, дела завели на активистов Болотной. И все же, во-первых, на выборах президента в феврале 2012 года таких нарушений уже не было. В наблюдатели пошли десятки тысяч обычных граждан. Даже я. Путина избрали правильно. И это признали все. Во-вторых, а где теперь все эти председатели избиркомов того периода? Председатель ЦИК «Волшебник» Чуров тихо ушел. Его заменила боевая и независимая Элла Панфилова. У нас, к примеру Чурова, последовал председатель ЦИК «Волшебник» комиссии Всеволод Харунжин. А вот экс-начальник Республиканского избиркома Елена Шабаршина отчаянно отбивается от вопросов судьи и прокурора. Председатели участковых избирательных комиссий выступают свидетелями. Вот как вы думаете, рискнет кто-либо из председателей комиссии поменять статус? А в новых реалиях за серьезные нарушения вполне можно оказаться на месте Шабаршиной. Я думаю, что нет. И знаю, о чем говорю. Сам там был. Они нормальные люди. Таким образом, сомневаться в том, что наши голоса посчитают правильно, не приходится. И, тем не менее, группы молодых и не очень граждан с детьми регулярно собираются с плакатами в Мичурецком парке Сыктывкара. Чего хотят? Организаторы под знаменем известного борца с коррупцией Навального призывают к бойкоту. Но многие из немногих протестантов по привычке требуют честных выборов. Если на выборы не ходить, то как можно требовать честных выборов? Какая-то путаница. Согласитесь? Откуда она? Объясняю. И те, и другие просто не хотят видеть президентом страны Владимира Путина. По разным причинам. И что же? Объявлять бойкот выбором? На зло бабушке отморозить уши? В своей короткой программе я не собираюсь агитировать за или против кандидатов. У каждого свои тараканы найдутся и скелеты в шкафчиках. Святых в президенты редко выбирают. На то и избирательная кампания, чтобы всю их подмоготную вывернуть. Я не разделяю позицию, например, КПРФ. Но не могу. И с Путиным согласен не во всем. И это мое право. И я это право реализую. В урну для голосования. Конечно, самая удобная поза на диване. Идите вы все лесом. Мне так плохо, что и здесь хорошо. И ничего от меня не зависит. Ну что ж, не согласиться трудно. А вы как думаете? Адзися. До встречи. До встречи. До встречи. Продолжение следует...